Тао Бао Жанна – девушка яркая, признается, любит выделиться из толпы, но для этого ей нужны оригинальные вещи. Если вам нужны какие-то брендовые вещи, то вы забиваете в поисковике, допустим, Zara или Benetton, H&M, вам выходят именно такие вещи. Каждый может заказать качественные товары по низкой цене, но для начала нужно найти посредника. А сделать это можно на форумах, в интернете. Здесь же почитать обсуждения и выбрать надежного человека. Дальше зайти на сайт taobao.com и выбрать понравившуюся вещь. Taobao – это огромный интернет-магазин. Он предназначен для тех, кто проживает именно в Китае. Те, кто за границей, они не могут заказывать на этом сайте, но могут это сделать с помощью нас. Заказ товара без посредников можно и так, но для этого нужно потрудиться. Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте, выбрать одну из предложенных стран, но Центральной Азии в этом списке нет, поэтому я предлагаю выбрать Китай. Дальше написать номер телефона, принадлежащий той стране, которую вы выбрали. На номер приходит код для регистрации. Вбиваете его в нужное поле, а дальше все по инструкции. Продавцы говорят в основном на китайском языке, а некоторые на английском. Общаться с ними поможет программа Alivon, очень похожая на привычный агент Mail.ru. Можно скачать ее на сайте im.lisov.com, а дальше просто связаться с продавцами. Сайт интересен многим. Здесь можно приобрести почти все. Если Жанна любительница модных и стильных вещей, то Виталий покупает товары в основном для работы и отдыха. Например, оборудование для фото- и видеосъемки, либо туристские принадлежности. Допустим, нужна мне какая-то мелочь, я ее не могу в Алмате найти в принципе, потому что в Алмате нет таких специализированных магазинов, где было бы все, что нужно тебе. А там балуется такая большая барахолка, и там ты найдешь товар. Однозначно, товары здесь дешевле. Но как обстоит дело с качеством? То есть, если это цены очень дешевые, соответственно, и качество будет ниже. Если же цена будет чуть выше среднего, то качество будет очень достойное. Это все те товары, которые шьются на Европу. Для работы Виталий купил себе наушники с сайта Taobao. Признается, расстроился из-за качества и срока службы. Что-то случилось. Что-то случилось, они не работают. У них вот уши немножко отклеиваться стали, там проводочки отошли. Они работали всего два месяца. Всего два месяца. И вот у меня точно такие же японские наушники в руках Sony фирменной поставки. И вот эти вот наушники работают уже 10 лет. Нужно искать магазины с высоким рейтингом. В правом углу указывается количество сердечек либо алмазов. Чем больше, тем лучше. То же самое относится к цифрам в процентах. Первое – соответствие фотографии реальности. Второе – общий сервис. Третье – скорость доставки. А иногда просто удивляешься, покупаешь очень дешевую вещь, думаешь, а бог с ним, если что. Не жалко. Она приходит настолько качественная, что просто диву даешься. Да, иногда привозят некачественный товар. Но главное неудобство – сайт полностью на китайском языке. Этот вопрос можно решить с помощью браузера Chrome. В настройках Chrome необходимо поставить галочку для перевода страницы. Тогда с китайским языком проблем не возникнет. При загрузке страницы вы автоматически получите ее перевод. Не совсем правильный, но понятный. В поисковике Таобао можно ввести отдельный вид товара. Но текст должен быть введен китайскими иероглифами. А поможет переводчик Google. Открываете его. Выбираете перевод с русского на китайский. Вбиваете слово, например, «купальный жилет». Копируете перевод и вставляете в поисковик Таобао. Нажимаете «Ок» – все готово. И не забудьте перевести цены в национальную валюту. Приятной покупки! Оксана – тот самый человек, который находится по ту сторону монитора. Через нее многие заказывают одежду в сети. Большая часть времени девушки посвящена ребенку. Такая работа привлекла ее своим удобством. Можно зарабатывать деньги, не выходя из дома. Ну, изначально все заказы по интернету я делала сама через посредника. То есть сначала я заказывала и себе, и супругу, потом там друзья мы все вместе заказывали. А потом так получилось, что я ушла в декрет, и мне нужно было чем-то заниматься постоянно. То есть я нашла ту компанию, которая в Германии занимается непосредственно посредническими услугами, которая работает с филиалами, внесла некий депозит, подписала с ними договоры. Вот с этого, в принципе, началась моя работа. Заказ осуществляется по каталогу. Кому-то удобнее листать обычный бумажный буклет. Другому просматривать его в электронном виде. Но все же риск при покупках онлайн есть. Если вещь, которую вы получили, не подошла вам по размеру или не оправдала ваших надежд, вам уже не удастся ее обменять или вернуть. Еще один из минусов виртуального шоппинга. Заказывая, к примеру, джинсы, вы не можете их примерить, как в обычном магазине. Есть и один небольшой секрет. Многие фотографии для интернет-каталога предварительно обрабатывают в фотошопе. Я работаю где-то 35 каталогов. То есть те каталоги, с которыми я работаю. И в основном это онлайн-магазины. То есть, в принципе, моя работа, она позволяет. У меня есть каталоги непосредственно бумажные дома. Я считаю, что это очень трудоемко. Люди должны сюда приехать или должны развозить. Это потребуется очень много времени. А так как сейчас у каждого практически есть интернет, он может зайти в любой онлайн-магазин, выбрать то, что ему нравится. То есть они скидывают мне ссылки. После этого я обрабатываю данный заказ и отправляю на каталог. То есть посредством онлайн-магазинов, с которыми работает непосредственно та компания, с которой работаю я. То есть как бы я работаю сама через посредника. То есть получается, я второй посредник в работе с этими магазинами. Итак, вы взвесили плюсы и минусы и решили сделать заказ через интернет. Как это происходит, расскажу на конкретном примере. Зайдем в социальную сеть ВКонтакте и в поле для поиска введу запрос «Трендовые вещи». Впрочем, написать можно что угодно, что планируете приобрести. В ответ система предложила десятки групп, в которых можно найти нужные нам вещи. Рассмотреть фотографии и оформить заказ. Опытные интернет-шоперы уверяют, что цены здесь гораздо ниже магазинных. Вы ведь, по сути, уже в модном бутике, владелец которого не платит ни ценка за торговый зал. Ну, вернемся к нашим брендированным вещам. Я выбрала это зеленое платье. Теперь пишем сообщение администратору группы, чтобы выяснить все детали. Не забудьте уточнить, как оплатить покупку. Обычно деньги снимают с банковской карты, но можно найти и альтернативные способы. Заказывая вещь в какой-то конкретной дате, учитывайте время, необходимое на доставку. Как правило, это 2-3 недели. Товар покупает на склад, либо домой посреднику, а дальше непосредственно к вам. Я просто из интереса решила заказать платье себе. Мне оно было необходимо на одном мероприятии. Я его заказала. Мне оно было необходимо как можно быстрее. Я посмотрела, мне показалось, что оно хорошего качества. Пришло оно немного позже, чем планировалось. Но как таковое качество было нормальное, но немного не соответствовало моему видению. Нужно помнить, что от посредника не зависит качество заказываемой вещи, потому претензии, предъявляемые ему, будут бессмысленными, если, конечно, это не входит в условия его деятельности. Кто-то заказывает по интернету, я, наверное, нет. Я держусь. У меня свое мнение, конечно. Я вот то, что вижу, на ощупь пощупала. Мне вот это качество нравится, я ее и перевожу. Покупки в интернете с каждым годом становятся все актуальнее. Ведь так легко одним щелчком мыши приобрести обновку или подарок близким людям. Особенно в предпраздничные дни, когда в супермаркетах и торговых центрах царит суматоха.